Из-за неазид, который используется в лекарствах от туберкулёза и крысиный яд – основные ингредиенты, которые используют док-хантеры в своих подкормках. Ярые противники бездомных собак идут на крайние меры и пытаются травить бродяг, не думая, что съесть ядовитую еду может и домашнее животное на прогулке. Хозяевам стоит быть особенно внимательными, последствия могут быть смертельными. В случае с из-за неазидом отказывает просто полиорганная достаточность, наступает отказ от нервной системы, животное просто задыхается в судороге, смерть мучительная. Если говорить о крысином яде, то нарушается цикл свертываемости крови и животное просто погибает от кровотечения. Крысиный яд, он всасывается достаточно долго, то есть он может всосаться и через неделю вы заметите носовое кровотечение, возможно, кровотечение при походе в туалет, то есть из анального отверстия. У него вот такая скрытая симптоматика, не сразу себя выдаёт. У из-за неазида она достаточно быстрая, это судороги, какая-то атаксия, то есть поражается центральная нервная система, вы это сразу заметите. Из-за неазид обычно белый, а крысиный яд чаще всего цветной, розовый, синий, фиолетовый. Если яд попал в организм, в течение первого часа можно оказать помощь самостоятельно. Необходимо напоить питомца большим количеством тёплой воды, чтобы спровоцировать рвоту. Народные средства лучше не применять. По словам врача, некоторые используют перекись, после которой может остаться ожог ротовой полости и пищевода. При первой помощи, если вы вызываете рвоту, вы также можете комбинировать с сорбентами. В случае с активированным углём 4 таблетки на килограмм. Вообще, в целом, разные есть информации, но мы рекомендуем так. Либо энтеросгель, миллилитр на килограмм. Если промыть желудок в домашних условиях не получилось, нужно обязательно обратиться в клинику. Антидот на случай встречи с противотуберкулёзным ядом многие собаководы уже стали носить с собой. Это витамин В6. В аптеке следует спрашивать его под названием передоксин. От крысиного яда поможет витамин К1, он же конокеон. В дозировке В6 передоксина, витамина, у него в среднем начинаются от 100 миллиграмм на килограмм. Иной раз там прям лошадиные дозы используются. У ротинтицидов, то есть крысиного яда, мы используем К1, он же конокеон. Дозировки начинаются от 2,5 миллиграмм на килограмм в зависимости от поколения. На прогулке стоит также остерегаться шоколада, жевательных резинок, продуктов, содержащих кофеин, виноград, авокадо, лук и чеснок. Одни из них смертельно опасны, другие вызовут серьёзные проблемы с почками и пищеварением.